Всем привет! Меня зовут Егор, вы на канале Квездиди и сегодня в ролике у нас Найтфол на Фантом Ланцере. Он имеет 19 ранг и у него 22 тир на данном герое. Всем приятного просмотра! Итак, давайте к закупу. Он купил себе несколько веточек, стики, танго и топорик. Далее хочет тапнуть себе стики, выйти в ПТ и выйти в Аганим. Аганим это универсальный айтем для фарма и для файта. Так что, отличный выбор, мне нравится. Вместе с ним у нас на этой линии будет играть Бэйн. Бэйн очень хороший суппорт с хорошими скиллпоинтами. Против них у нас на этой линии будет играть это Баунти Хантер, я уже вижу, и также Абадон. Достаточно мерзкая, неудобная линия, но давайте посмотрим, как Найтфол отыграет у нас этот ночьап. Сразу же саграл на рейнджа. Взял себе на первом Фантом Раш. Интересно, без копья решил играть. Ну и пока просто фри-фармит на линии. Два из двух добил, неплохо. Дальше скорее всего сагрит опять на рейнджа, добьет своего и будет пробовать добивать вражеского. Держит линию возле своего тавра. Все пока в целом очень хорошо. Рейнджа отдает. Своего Денайт. Неплохо в принципе. 4 на 1 играет. 5 на 1. Доносит себе апнутые стики. Ну и пока 7 из 8 добитых. Очень хорошо. У Баддон уже есть ЛВ-2. Немножко неприятно. Есть ЛВ-2 УПЛ. Взял себе Доппельгангер. Интересно, кстати. Без копья все таки решил играть. Необычно, кстати. Довольно-таки. Так, непонятно где находится Баунти Хантер. Можно напрягать Абаддона, выгонять его из линий. Ну вот, вернулся БХ. Ну пока на свой фарм играет у нас Егор. Не беспокоиться ни о чем. Есть Экспа. Есть золото. В целом все пока неплохо. Да, Баддон фармит. Но неприятно. Но ничего в этом нету страшного. Сэвид своего курьера. Понимает, что нету Баунти Хантера на линии. Гениальная игра, конечно. Молодец. Все учитывает. Рынжа хочет добить. Мигает на него. Скинутся по тычечке. Ух. Не хватает, но все равно добивают. Доносит себе часть ПТ. Ну и пока скучная линия, конечно. Убивает вражеского курьера. Это очень хорошо. Допелем уйти. Стак себя также снимает. Окей. Аббит еще один левел. И возьмет что? Думает пока. Взял все-таки Фантом Раш в 2. Без копья еще раз. Повторюсь. Он играет. Играет 0-1-2. У скилла. Снимает из стаки. Хорошо. Убегает. Лотуса не отдали, я так понимаю. Да. Баунти Хантер в 4 минуте стягивается на верхнюю руну. Угу. Можно напрягать Абадона, выгонять его с линии, держать линию и также донять рейнджей. Это лучшее решение, что можно сделать. Доносит себе еще одну часть ПТ. В целом все пока хорошо. Абадона бы отзонить, это было бы вообще замечательно. Ну сложно, сложно. Очень сильный и плотный герой. А со своим щитом прям вообще прям мерзкий. Обесючий, так сказать. У Егора в целом пока все неплохо, но у Абадона, конечно, намного лучше. 25 на 1 он идет, у Егора 22 на 2 только. И уже 1000 золота ведет команда Радиентов на 4-й минуте игры. Это, конечно, очень мощно. В целом Егора очень хорошо держится. Прифармит все, что может делать на линии. Пытается также донять хоть как-то. Вот экспу него, что забирают полностью. Это вот супер неприятно. Маленького левела на 5-й минуте игры. Можно включить на Творце, посмотреть. Абадон занимает у нас лидирующее место. Далее идет Егор на Фантом Ланцере. 4-й левел. Взял себе Копье. Играет 1-1-2 по скилла на 4-м уровне. Вырывается на первое место по Натворцу, но уже обгоняет его Зевс. Но это ладно, это мелочи. Несет тебе ПТ. Далее сразу же выход в Аганим. Я так понимаю, там еще плюс райндропы. Дополнительные регенманы также. Неплохо всегда. Абадон отходит в 6-й минуте на активку. И оставляет Егора 1-го. Выходит. Ори забирает у нас руну иллюзий. Ори это человек, играющий на Зевсе. Левел 5. Максит Фантом Раш. Ну, все по базе идет. Хочет отвезти маленький. Успевает. Питечка. Хорошо. Шикарный рейнджа добиваем еще. Икс пулу тайм. Золото также забираем. Нужен 6-й левел. И можно смело уходить в леса. Фрифармить. Отталкивать линию и заходить в леса. Фармить там. Ой, отводит еще плюс на большой. Вообще, хорошая игра от суппорта. Егор говорит в 7-й минуте. Иди забирай руну мудрости. Непонятно где бегает Маунти Хантер. Это фри... Фри руна для тебя. Фри экспа, так сказать. Седьмая минута. Успевает. Рубик забирает. И также Бен забирает. Хорошая игра от суппорта в команде Дайр. Молодцы, молодцы. Шестой уровень уже не за горами. Для Егора. Купил себе копье. На 1000 золота. На ловкость. Урона колоссальное количество. Можно было добить миличника. Но пытается все-таки отвести. Хочет держать линию возле своего Тиродентавра. Отводит пока на двух. А двух отправляет обратно на линию. В целом неплохо, кстати. Решает XP и золота. Вражеского хедлайнера. Тяжеловато Егора пока. Без шестого уровня. Пайтится. Вот только-только сейчас он апает его. Есть иллюзия. И вот с иллюзиями можно уже и пофайтиться. И все поделать. Есть также меч на ловкость. Вообще шикарно. А вот Абадон держит линию. На как можно ближе к своему Тавру. Также. Нажимает чит. Пытался Егор как-то задоджить. Но разворачивается на Абадон. И начинает его бить. Хорошо. Рогоняем. Летит, кстати, Зевс сюда. Так что видел на мини-карте. Егору нужно быть аккуратным. Видит он Зевса. Ой-ой-ой-ой-ой. Без допеля. Без ничего. Нажимает телепорт. Пытается ходить как-то. У кистики было также нажато. И убегает на телепорте. Выживает на 40 хп. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще и плюс Типа и Зевса. Какая красивая дота. Молодец. Вовремя среагировал. Надо купить тебе ТПшку. Бро. Ледь мы фарм. Дай мне пофармить, говорит. На восьмой минуте стянулся на верхнюю линию. Ой-ой-ой. Вот такая у нас игра. Агрессивная от Зевса. На седьмом левеле, кстати, он решил выйти. Немножко не хватило. Если был бы Баунти Хантер, то Егор бы отправился бы в таверну. Там у нас войд. Снизу хроносферу поставил. Убили Рубика. Убили в размен Вайда. Войд на Рубика, это, конечно, ужасный размен. Далее плюс добили еще Баунти Хантер. Дабл килл для Эмбер Спирита. Плюс об аддоны еще добили. Уф. Выравнивается у нас команда Радианта. Выравнивают они игру точно даже. И по киллам также. 4-4 пока общий счет игры у нас. Егор играет в топе. Фрифармит. Запушил линию. Убегает в леса. Делает полностью базу. Есть седьмой уровень. Играет по скилам. 1-1-4-1. Полностью база. Войд у нас стягивается. С Баунти Хантером. Егору больно. И пока отбегает. Ох уж эти суппорты. Убивают еще у нас Изевса в центре. Хороший выход от команды Дайр. И плюс еще активку у нас. Активку забирает у нас Эмбер Спирит. Можешь стянуться, кстати, на верхнюю линию. И попробовать убить Вайдам. Это, конечно, очень сильно зарешает. Десятая минута. Активка. Это руна в топе. Руна невидимости. Сразу же нажимает руна. Егор отзонил у нас Вайда. Эмбер Спирит уже идет. За ним. Центряк. Разбить. Ой, ну долго будешь бить. Десять ударов нужно нанести. Вот. Эмбер Спирит все-таки улетает. Вот. Ну Вайдам тяжеловато играть. В ПЛ. И Горь доминирует его на этой линии. Четыре пятьсот у него пока есть. Тысяча семьсот до Аганима остается. И уже можно и файтиться, и уходить на каких-нибудь энчетов фармить. Потому что еще пока рановато. Восьмый левел он тебе взял. Скорее всего возьмет тот Доппель Гангеру в два. Нет, взял Копье. Все-таки хочет играть агрессивно. Ведь верно, он же играет через Аганим. И какой смысл фармить, точнее, максить Доппель, если ты играешь через Аганим. Действительно. В двенадцатой минуте, скорее всего, купит Аганим себе. Усколит фарм. Ну вот как решать с маной? Мана заканчивается. И довольно-таки быстро. Войд на линии. Суппорта потихоньку стягивается к Егору. Но убить Войда будет невероятно сложно. Бэйн обходит его. Убивает Курьеров. Убивает Курьера Зевса. Убивает Курьера Абадона. Господи ты мой, какая отличная игра. От суппорта команды Дайер. Минус два Курьера. Фри золото просто так. Для всей команды. У нас лота забирает себе Войда. Убить его становится еще тяжелее после этого. Хотя через какие-нибудь станы довольно-таки легко. На двенадцатой минуте. Давайте посмотрим, что вообще у кого. Тут у нас Д-Демо. Выход-то в Филоптерий. Достаточно базово. Тут у нас непонятно, что вообще. И Брейсер, и Нули купил себе. Тут у нас ничего. Тут Мекка на чайне. Довольно-таки рано, кстати. Может будет пуш потенциал. Тут выход в Молнии. Без Мома у нас играет Войт. Интересно, кстати, тоже. Так, у нас сразу же начинаются файты. Напали на БХ. Убили его. Также тут у нас Войт. Но у Войда есть Стики. Есть Лотус. Убить его довольно-таки сложно. Ставится Хроносфера по двум героям. Начинает добить Рубика. Рубика, скорее всего, добивает. И Войт должен убегать. Кстати, разворачивается. Начинает бить Эмбрис Спирита. Эмбрис Спирит на Ультимативной Способности. Просто-напросто улетает. Но тут Депс ультует. Это минус 2 для команды Редентов. Хорошо идут. А Егор время зря не теряет. И просто-напросто ломает Тир 1 Тавр. В топе. Итак, давайте вернемся, кстати. Войт тебя дофармил Молнии. Егор Баганим выходит. Тут у нас ничего. Тут ничего. Тоже выход в Даггер, скорее всего, какой-нибудь Форс Став. Было бы также неплохо. А вот Обливент Став. Это выход в Орчет. Кстати, я уже не вижу ни первый раз, как человек выходит в Орчет на Слардаре сразу же первым итемом. А тут Мэтч Слэйр. Кстати, Мэтч Слэйр отличный выбор на Эмбрис Спирита. Хотя сам герой достаточно мертвый в этом патче и сейчас. Десятый левел для Егора. Играет в ВС скиллы. 4-1-4-1. На десятом уровне. По талантам ничего пока не берет. Аганим ему уже летит. Это очень хороший тайминг для него. 6-4 стапана Творса у него есть. Далее выход в Диффуза. Яша и Монта. Хотя вот Манта в Зевса сомнительное решение. Играет пока все еще в топе. Никуда не собирается уходить. Кстати, ясно зачем в Вайду Молнии. Это, конечно, в Егора. Отличный выбор, конечно. Но играть без мома на Вайде тяжеловато. Ну и прям нелегко. 11-й уровень для него. Что возьмет по талантам? Или все-таки в скиллы пойдет? Взял все-таки левый талант на Фантом Раш. Нажимается смок от команды Дайр. Выбегают они на верхнюю линию. Зацепили Вайда. Вот так просто его не убить. Ну и там плюс еще вся команда Радиантов. Намечается какой-то файт. Зацепили Баунти Хантера. Радианс. У Абадона. На 15-й. Что? Ну хороший выход от команды Дайр. Убили двоих. Убили Зевса, убили Баунти Хантер. И также заберут еще верхний тир 1 Тавр. Хорошая работа. От команды Дайр. Сыч маску себе докупает Егор. Понимает, что маны не хватает. То, о чем я ранее говорил. Что нужно где-то взять Реген на ману. Также Кларити себе докупил. Телепортировался на нижнюю линию. Хочет играть от Эншентов. И также попробовать снести Тир 1 Тавр снизу. Но команда не дает. Хроносфера по Егору. Неправильно бьет. Правильного бьет. Неужели это смерть? Ну 18 стиков убить довольно-таки сложно. Стики нажимаются. Урона все так как хватает. И Егора отправляют в Таверну. Ужасно. Хороший выход от команды Редентов. Дальше идет у нас Файт. Зацепили также Рубика. Рубика также отправляют в Таверну. Это минус 2. Дали Салардар. Салардара также убивают. И вот Бейна отпустили. Сразу же выход идет на Тир 1 Тавр снизу. Хороший выход от команды Редентов. Молодцы. Прям. Очень агрессивно и нагло отыграли. И это первая смерть для Егора в этой игре. Кстати что вот Родианс у Зевса. Резко точнее у Абадона вышел. Настолько быстро. Это прям безумие. Кстати у Зевса уже есть Агнем Шард на 16 минуте. И плюс еще сверху Дэдемо. Тут у нас выход в Фейсы. А тут выход уже в Яшу. Уже так же Яша есть. Выход в Монту далее. Ну где-то Егору нужно находить свой фарм. Как-то как-то медленно он фармит. Кларити себе доносит. 12 левел у него есть. Играет снизу. И пока 4000 за командой Редентов. Егор у нас вырывается на первое место по Нетворсу. 8 200 он имеет. Но все идут очень рядом. Так что там и Зевс рядом. И Эмбрс перед. И Абадон. И немножко не достает до них естественно Вольт. Но все равно это мелочи. Так. У нас файты там были в топе. Егор пока отыгрывает снизу. И заберет также нижний Т1 Тавр. Нажимается у нас Глиф. От зоны ли Егора. Нажимается он сразу же если что скан. Ну и убегает. Тавр можно было подзабрать. На яйцах. Но пока не хочет. Или боится. Все-таки возвращается. Добивает Тавр. Хорошо. Видит всю команду Редентов в центре. И идет пока дальше распушивать нижний Тавр. Кидает копье. Скорее всего просто-напросто пойдет далее. Теперь ТП шивается на центр. На Т2 Тавр. Тут у нас рядом команда. Доносится диффуза. О. Сразу же выход в диффуза. Видит зоопарк Чена. Диффузами уже Егор. Попаснее конечно уже выглядит у нас. Фантом Ланцер. Разбивают варды. Вражеский добить. Вижна лишить. Минус Рубик. Минус Вайда убили. Хоу. Хорошо. На Зевса прыгает. Диффуза надо нажимать. Диффуза нажимается. И по-моему Зевс отправится в таверну. Но Абадон его сейвит. Надо разворачиваться. Надо разворачиваться. Убивать Абадона. Абадон без ультимативной способности. Это легкий килл будет. На нем и метка. И все. Ну невероятный Родианс. Как же много он дает. Баунти Хантер. Есть Доппель. Развернуться. Нажать диффуза. Убить его. Егор. Дальше не пошел. Побоялся Зевса. Играет. Играет. Так. Конечно. Да. Копье. Кинь. Кинь в крипа. Копье. Отойди. Ну не доигрывает. Егор. Но все равно иллюзиями. Деконтролил. И сделал даблкил. Но он боится. Видно что боится. Что не хочет и лишний раз умирать. Его можно конечно же понять. Максимально играет конечно. На подсейв. Это файд еще идет дальше. Это минус 4 на одного сладара. Господи. Безумное количество золота. Отыгрывают почти все деньги. Команда Дайер. На 20 минуте игры. Чекает есть ли лотус. Лотус у нас есть. Можно восстановить себе ресурсы. Выложить у нас кстати. Аганим. Также ПТ. Восстановить ресурсы. И просто обратно вернуться на линию. Аганим стики. ПТ также можно было выложить. Ну ладно. Тут еще тебе энчентов стакнут. Вообще прям классно. Яш из себя долетает. И Егор себя чувствует очень уверенно. Пятнадцатый уровень для него в этой игре. И также взял правый талант. На Фантом Раш. Максимально хочет играть через руку. Оно и понятно. Но игру лучше не затягивать. Естественно. Потому что там у нас обвод есть. Обвод как вы знаете. Храна сфера. Килл. Это любого героя. Так что лучше не затягивать. Там еще плюс. Очень огромный Абадон. Очень огромный Зепз. Забудет с руки. Который также будет наяривать. А Егору как-то нужно будет поубивать. Всю вражескую команду. Тут уже есть у нас. Кая плюс Саша. У Эмбер Спирита. У. Вот у Слордара появился даггер. И сразу же выход в БКБ. Кстати. Тут еще Аганим выглядит на Слордара. Очень-очень круто. Зацепили у нас Вайда. Дали ему Орчат. Неужели хватит урона? Хватает урона? Хорошо. Находят Вайда. Господи. Какая это глупая ошибка на Вайде. 180 ранг у него. И так досадно умирает. Егор отпушивает верхнюю линию. Улетает на телепорте к своей команде. И это выход на Рошана. Для команды ДАР. Достаточно ранний кстати. Но со Слордаром это можно делать. Урона будет предостаточно. И это то что надо. Вот они никак не реализовали Чена. Всего за парком. Потому что можно было идти. Дайвить. Всех кого видно было. Зевсом. С Абадоном. С. Баунти Хантером. Просто-напросто идти. Давить. 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 Всю вражевую команду. А там. И ПЛ. Который файтиться не может. И Пуст Вордар. Эмберс. Теперь и так себя откидывается. Не реализовали до конца свой пик. Конечно. Хотя могли. Могли идти. Просто Тир 2 ломать. Тир 2 тут. Тут Тир 1. Тут Тир 2. Везде. 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 Давить. 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 Но как-то не додавили. Видимо. Ставить одну Вайдам. Либо вместе с Храносферой. Вместе все выйти. Убить кого-то. Войд ушел фармить. А они с командой пошли дальше файтиться. Потому что. Справа файт. Ну такой слабенький. Потому что там Чен. Там Хилл. Там БХ. Там Абадон. Вечно что-то сейвит. Вечно что-то танчит. И Прус Зевс. Ну невероятное количество урона с магией. Естественно. А защиты пока маловато у кого-то. Там уже Монта. У Зевса. Да. Монта. Плюс Филоптерий. И также Аганим Шарт. Сурки наваливает. Дай бог. Конечно. Егор выходит безумно нагло. С Эйгисом у него есть. Ломает Тирадентавра в центре. Отпушивает. 17 уровень уже имеет. На 22 минуте. Далее ставит тебе Тараску. На Реген Маны. Да. Хочет отыгрывать. Ну это нормально кстати. Вот. Войда. Взевса. Взевса. Такое себя конечно. Аганим Шарт. Для Егора. Нет. Для Бэйна. Ну ладно. Неплохой Аганим Шарт все-таки. Неплохо. И пока ведет 2000. Команда. Дайр. Видит Баунти Хантера. На вардах. Можно попробовать его убить. Ждет суппортов. Легкий килл. Но БХ чувствует. Просто убегает. Неужели тут есть какой-то вард? Или это у него читы? Как он об этом понимает? Вообще непонятно. Ну ладно. У нас Уайт фармит снизу. С мантой. Егор. Там вся команда. Нужно быть аккуратнее. Кинули на него трек. Снял. Видит Девса. Нажимается смок от команды Дайр. Хорошо. Хороший скан. Слардар. Прыгает. Во вражескую команду. Егор отпушивает нижний тавр. Нажимает манту. Хроносфера. Убивают Бэйна. Бэйн ничего не нажимает. Вразмен. Бх добить как-нибудь под дастом. Хотя бы с упорта добить. Егора очень мало урона. Сурки. Разворачивается. Бх все-таки добил. Хорошо. Дальше на Зевса. Но понимает, что урона не хватает. Ничего не хватает. Есть у него Эггис. Надо просто убегать. Вся команда сдохла. И это полностью бессмыслица какая-то. Как будто нужно купить что-то на урон. Тебе лучше дисперсер, мне кажется. Либо какой-нибудь орчит, может быть. С Булторном. Регенить ману плюс. Все-таки нет. Выход в Тараску. Да. Хочет жить Егор. Урон он нанесет. Но потом. Видит Вайда. Ривер себя доносит. Стал чуточку плотнее, конечно. Это хорошо. Это очень хорошо. Убивать его будет гораздо сложнее. Но там Зевс. Но Зевс убьет. Видит в топе. Разгон. Пошла атака. Монта. Дефуза были сжаты. Убить долго. Плюс там уже бежит Баллант Хантер. Но куча урона. Плюс. Егор. На тебя это не похоже. Такая безумная агрессия. Как сильно он хочет убить его. Лишает Аэгис. Здесь у нас есть Слардар. Прыгают. Как безумное количество. Живет у нас Зевс. Как долго. Урона точно не хватает. Но убивает Слардара в размен. И Егор делает даблкилл. По-моему. Минус 2. От команды Реодиантов. Идет дальше файт. По Абадону. Убегает. Хочет работать по суппортам. Все-таки хороший файт. Егор замутил дальше. Видимо орал прям. Затепили еще плюс Баунти Хантер. Это будет уже минус 4. Абадону все-таки отпустили. И далее начинают ломать Тирд Батавр. И это файт за командой Дайр. Очень хорошо. 4 в 2. Шикарно просто. Что у нас по итогам. 2900. Заработала команда Дайр. С этого файта. Куча экспейт. И безумное количество урона. Нанес же. Егор. Вы это видите. 5600. Абадону наносит 4000. Воу. Хуху. А вот Зевс как-то не наносил урон вообще. Левел 20. Для Егора. Взял левый талант. На иллюзии. Естественно. Он играет с Аганима. Почему бы и нет. И Тараска для него. Уже летит к нему. Выход в бабочку. Или выход в дисперсер. Непонятно что он думает. Выход в Орчет. Да. То о чем я и говорил. Орчета конечно шикарный выбор. Есть регион маны. Есть дополнительный урон. Выхода выдали Блуторн. Это вообще прям сказочно будет. Выходит дальше на те два тавра. Буквально в соло. Не боится буквально никого. Понимает что убить его будет очень и очень сложно. Что у нас кстати у Вайда. У Вайда есть апнутые молнии. Есть монта. И это буквально все. Уже МКБ хотелось бы иметь конечно. Либо еще плюс какой-то слот. Вот Чен конечно безумно запакованный. И Грифсы. И Владимир. И все. И Баунти Хантер с лотосом играет. И с барабанами. Тут у нас Блинк Даггер. Но сомнительно. Как будто он здесь не нужен. Ори. На зефсе. Молнии купил себе. Есть монта. Есть филоптери. Также. Очень хороший выбор. Мне нравится. У Эмберс Пирита есть Глифнер. Также. Есть Кая Саша. И Мэтч Слэйр. БКБ у Слордара. Орчат. И также Даггер. Есть и агрессия. И сейв. И плюс какой-то. Какой-то контроль. Тут форста. А тут естественно линза. Угу. 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 Ну суппорты бедненькие конечно. Снесли 2. Тир 2 Тавра. Не спешит заканчивать у нас пока Егор. Хочет нарастить. Мясо так сказать. На себе. И быть еще плотнее. Еще богаче. И еще сильнее. Стики продает. Дальше ему несет Орчат. 20 тысяч по Нетворсу у него. 2600. Не. Орчат нет. Облевен став только. До Орчат еще не хватает 600 золота. Дидбалнтихантер с Абадоном. Врыв на БХ. Ну так же бить сложно. Ну тут Абадон. Абадона вообще убить просто невероятно сложно. Дун нажимает Абадон. Быха убегает. Хроносфера. Повойду. Ну господи. Какого урона еще нету. Плюс еще Бэйн. Сейвит. Убивают Бэйна. Абадона в размен. Нашли еще Чена. Чена также убивает. В размен убивают Рубика. По спорту играет команда Радиантов. По Вайдау. Войд в таверну. Даблкил для Егора. Иду дальше. За Баунтихантером. Пытаться как-то его найти. Находят. И отправляют. Также в таверну. 4 на 2. Опять для команды. Да. Ужасный файт для команды Радиантов. Непонятно где находился вообще. У нас Зевс. Его вообще не было файта. И опять безумное количество золота для команды. Да. 6 тысяч. Они уже везут. И далее оставить себя Блуторн Егор. Естественно. Блуторн. Реген маны. Идеально просто. Колоссальное количество урона. Мигает он что. Давайте-ка пойдем по топу. Снесем еще один Т2 тавер. Спешить нам некуда. Мы растем. Тавер гений фарминг. 14 тысяч у нас только у Вайда. А это почти в 2 раза меньше чем у Егора. То есть без айтемов у нас играет вообще почти Войд. Хотя у него и Чен. И БХ. Все на файт. Дополнительное золото. Дополнительное все. Хил там. Безумное количество. Но как-то отыгрывает ужасно. Дорошана. Минута. И пока 11 тысяч ведет у нас команда Дайр. У Вайда есть левел 20. Это уже опасно. Взял он правый талант. На скорость атаки от храносферы конечно. Это сильно. Апнутые молнии у Зевса. Вот Зевс конечно плотный. 17 тысяч у него есть. Есть Апнутые молнии. Есть Монта. Есть Филаптерий. Урона конечно колоссальное количество. Нужно его опасаться. И Егору лишний раз не подставляться. Активка. Активка у нас Ариасаится. Активка Ариаса находится в топе. Кто-то ее забрал. Нет никто не забрал. Видит Абаддона. Видит всех. Нажимается смок от команды Радиентов. Рошана Ариасаится. И вот теперь файт за Рошана. И видимо файт за игру. Все играют возле Рошана. Смок на смок. И видимо решающий файт. Есть Хроносфера. Есть все ультимативные способности. Егор пытается ставить БХ. На Курьере. Эмбар Спирит. Разделили Вивер. Смок. Начал файт потихонечку. Бить БЧ. Начина прыгают. Хорошо. Егор дальше. Увидел Зевса. Пошла атака по Зевсу. Нажимает Булл Тора. Нажимает Диффуза. И... И... Убивают. Отходит. Войт его не находит. Хорошая игра у нас от Егора. Шикарно. Копье кидается. Пошла атака. Выжигает ману. Войду. Войт прыгает. Допель от Егора. Ну невероятно доджет. Ну невероятно. Просто не отдает. Войду поставить Хроносферу. Это пока минус один без Зевса. Ужасный файт. Нужно отходить. Эмбар. Отдает отойти. Хорошо прыгает у нас Слардар. Убивают Чена. Хроносфера. Ну и кого бить? Куда бить? Урона нету. Хроносферы нет. Ужасная Хроносфера. Но это смерть для Войда. Это... Это... Это смехота. Это просто что-то. Убивают также БХ. И также за ним убивают и Абаддона. Богоподобен для Егора. И даблкилл. Также 27 тысяч. Рошана можно добивать. И идти заканчивать по нижней линии игры. Далее. Либо бабочка. Либо выход в дисперсию. Пока непонятно. Что же он хочет себе купить. Это 27 тысячный творцем для Егора. 9-1-10. Он отыгрывает. Рошана даже не бьют. Идут и решают заканчивать эту игру. Стан от Слардара. Отзонил Зевса. Зевса. Можно пробовать через допель. Прыгнуть. Ну тут Баунти Хантер. Естественно под сейв. Но Слардар рядышком. Под фонтан. Заходить. Ну рискованно. Надо снести барак. Потом уже делать что захотите. Войт резится через 4 секунды. Но нет у него хроносферы. Снесли милить барак. И просто-напросто отошли. Кинули копье на отходе. И назад. Рошана убить. 25 левого кстати для Егора. Взял он правый талант. На допельгангер. Урону понимает что ему нафиг это все не надо. Далее хочет купить себе Аганим Шарт. На дополнительный сейв. Нажимайте смоку от команды Реодиентов. Пытается не смог. Надежда хоть кого-то зацепить. Кого-то убить. В идеале конечно Егора убить. Абадон прыгает. Не боится буквально никого. Есть тут Войт. Абадон ультует. На БХ. Разворачивается. Дальше Абадона. Грипп от Тамбэйна. Минус Абадон. Хорошо. Идут дальше за Баунти Хантером. Хороший стан от Слордара. Дабл килл для Егора. Терзатель. Вражеский. Убить его. Вместе с командой. Убивают. Аганим Шарт для Егора. И покупать не надо. Хорошо. Хроносфера. Урон. Убью. Хватит урона. Наконец-таки. Отличная хроносфера. Отличный урон. По Егору. Егору. Ну а как же вся команда? Как вся команда? Всю команду вы не убьете. Конечно. Не хватило еще. Конечно. БКБ войду. Еще какого-то одного слота. И потом уже можно было. Конечно. Повоевать. Ну а так. Ну а так. Богоподобен имеет у нас. Также Эмбер Спирит. Кстати. 177 ранга. 15-2-16. Он отыграл. Очень хорошо себя. Рая вилл в этой игре. В целом неплохо. Далее ставит себе Башер. Абиссал. Аганифшар также купил. Лишний. Может надо продать. Это конец. Снесли нижние. Снесли верхнюю линию. Дальше по миду уже работают. Мид также донесут. По байбекам. Что у нас? По байбекам есть только учена. Но это буквально ничто. Это мега-крипы. И дальше по Т4 Тауэру. Всей командой. Команда Реадентов уже не дефает. И игра заканчивается у нас в пользу команды Дайр. 20 секунд до Егора. И даже без него закончить эту игру. Неудачная смерть конечно. Еще одна. Но в целом он отыграл очень хорошо. Очень саивово. Очень сдержанно. Молодец. Молодец. Вот такая вот у нас вышла сегодня ребята игра. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok